Зашел на заправочку, взял себе капучино, адреналин и попугая. Ну и почему, и много аварий как бы. А, да он ехать не может. Что тебе, помочь может? Что ты поможешь, не поднимается она. Так я пианотропу взял да затащил. Ну если есть возможность такая. То есть я пробовал по колее подняться, по колее она не идет. О, даже легковушка, легковушка буксует, смотрите, подняться не может. Летняя резина. Привет, друзья, привет, Ютуб. Второй рейс в этом месяце. Наконец-то мы поехали в рейс. Сегодня у нас то ли 16-е, то ли 17-е число. Вот, находимся, короче, на движении, заехали заправиться. В общем, то ли 16-е, то ли 17-е число. И, значит, это у нас всего лишь второй рейс. У меня есть, короче, такая приятная новость. Вот, у нас, друзья, у нас стоит новый фаркопчик. Новенький фаркопчик, вот такой вот импортный. ВБГ. ВБГшный фаркоп, короче, новый. Вот. И это очень-очень круто. Вот, короче, да, друзья, поставили мы, короче, фаркоп. Но я в этом участие не принимал. Леха позвонил, говорит, фаркоп пришел. Я сам, говорит, сейчас поставлю. Вот, короче, намучился с тем фаркопом. В общем, пока на Земстан туда-сюда ездил. Два раза поправлял лес, ребят. Выехал на Бракевскую, поправлял, две пачки уползло. Потом выехал на Усть-Кулон, опять поправлял, опять две пачки уползло. Короче, вот такая вот беда. Так, у нас загорелся зелененький. Поехали. Вот. Короче, Лехе позвонил. Я говорю, Леха, давай уже что-нибудь с фаркопом делать. Вот, Леха мне говорит, Саня, ты заколебал-то, типа, уже со своим фаркопом. Я говорю, Леха, ну что, говорю, заколебал? Я говорю, сколько можно-то? Я говорю, дергает ужасно. Я говорю, аж спина устает. Так мало того, что спина устает. У меня лес постоянно. У меня даже елка, ребята, средняя елка у меня уползала. То есть, ну, такая вот беда, короче, с этим фаркопом. Дергал сильно. Вот. Но он потом, короче, взял, заказал фаркоп. Фаркоп пришел. Вот. Вот, ЛБГшный поставили. Сейчас ничего не дергает. Сейчас отцепляться можно не бояться. До этого даже, блин, боялся, короче, отцепиться. Вот. Потому что можно отцепиться и просто тупо обратно не зацепиться. Потому что, ну, тяжело это бы сделать. Вот. Так что так. Ладенько. Все. На новом фаркопчике. Ну, конечно, едем мы не на фаркопе. Едем мы на машине. С новым фаркопчиком, короче, выдвинулись в рейс. Едем на колью. Вот. Второй рейс в этом месяце, повторюсь, блин, вообще работы мало. Ну, а то я еще там, то у меня то одно, то другое. Постоянно что-то у меня какие-то проблемы там с временем. Не было возможности уезжать. Ладенько. Попробуем нагнать. Попробуем в этом месяце еще хоть что-нибудь заработать. Я надеюсь, хоть какую-то копеечку, чтобы... Потому что нам уже совсем уж тяжко. Ладно, выехали, короче, едем в сторону Обьячево пока. Взял с собой. Дома плотненько покушал. Взял с собой тормозок с печенюшками. Вот. Тормозок с печенюшками, в принципе, должно хватить. Рассчитываю на то, что завтра утром я уже вернусь. Ну, утром, к обеду, наверное, ночью придется не спать. Как бы будем ехать. Вот. И с утра мы уже должны быть дома. Так что так. Ладенько, друзья, едем. Курим. Говорим. Так, друзья, доехали до Визинге уже. Немножко дождик на Крапу. Это бы мелкий-мелкий. Вот. Так что. Ладненько. Едем дальше. Сейчас доедем до Обьячево. Позвоним жене. Вот. Догнали какую-то газельку. За мной сейчас ехал коллега. Тоже лесовоз. Он там повернул в сторону Кайгородка. Блин, так близко ко мне ехал. Прям в упор. Встал, я не знаю. Бывало временами. Мне казалось, там метр три, наверное, между нами. Так опасно едет. Я даже боялся педаль тормоза тронуть. Вот. Ладненько, вон, газелиз. Видите, какие у него синие огоньки интересные. Спереди светят белолунные. Ладненько, едем дальше. Так, ладно, друзья. Доехали, короче, уже до Куратова. Идет уже такой нормальный дождик. Я бы вам хотел показать немножко другую штуку. Смотрите, какая тут светомузыка. Вот эта ерунда уже есть на протяжении месяца, друзья. Смотрите, сейчас врубится. Вот едешь, едешь так. Вроде темно, да? Как херак. Сейчас опять потухнет, смотрите. Сейчас потухнет. Давай заканчивается уже понаре. Блин. Оп. Все, опять темно. Блин. Так глазам напряжено, друзья. Просто глазам перестраиваться под эту ерунду ночью. Очень тяжело. Вот. Вот там они опять врубились, короче. Вот. Ладненько, короче. Вот такая вот штука. Короче, на протяжении месяца уже вот эта вот фигня. Вот. Они вот так вот, значит, работают. Вот. Отлично так дорога подключается. Включил дальний. Разметочка, не разметочка. Отбойнички красиво. Правда. Вот. На протяжении месяца они уже так работают. И никто это починить не может. Вот. Такие вот дела. Первый раз ехал, а там еще в ту сторону, когда идешь, там подъемчик. Значит, за бугорок переваливаешь. Они херак резко потухли. Я думаю, что произошло? Херак резко зажглись. Глаза напрягаются. Уж страшновато становится. Вот. Так что так, ладенько. Едем дальше. Ладенько, друзья, подъехали уже. Доехали до Обьячево. В общем, дождь так и не успокаивается. Все идет, идет. Ну, без остановки. Хочу остановиться. Немножко перекурить чуть-чуть. Ну, да, сказать, отдохнуть. И сделать звоночек. Пару звоночков. Ну, стояночки здесь уже, ребята, он уже на ночь встает. Ну, стояночки уже забиты. Сейчас тут даже хрен куда встанешь, наверное. Да, забито все вообще, вот, видите. Вот, у нас поворот, получается, поворот на Самообьячево. И за поворотом там, блин, стоять нельзя. Там знак, остановка запрещена. Ладно, сейчас куда-нибудь влезем, наверное. Да, машины мало стоят. Ага, все отлично. Вот здесь вот местечки есть одно такое. Так, ни хрена не видно. Вот так, короче, сюда прям на поворотики встанем. Так, стоим чуть-чуть. Короче, друзья, тронулся я. Вот, Обьячево. Сразу позвонил мне Леха. Леха говорит, что я звоню на диспетчер, говорит, тормози, говорит, выписки закрывают. Вот, короче, магистраль закрыли. Я доехал до Ножульского поворота. Это вот как раз промсклад Чекша здесь находится. Вот. Там стоят уже машины. Я сдал. За мной еще машины встали. Стоим, ждем звонков от диспетчеров. То, что скажет. Смотрим, с магистрали едет машина пустая. Ну, он на магистраль уехал. Его там развернули, мы его спрашиваем, что сказали. Что, говорит, езжай, говорит, на Чекшу. Он сюда повернул. В итоге мы все за ним. В итоге вот у нас что получается. Значит, там получается у нас стоит три машины передо мной. Но там не видно. Там уже, значит, этот свет, наверное, лучше включу чуть-чуть. Короче, тут бетонные плиты на заезде. Мы ехали, ехали, ехали. Вот у первого там бетонные плиты закончились. Говорит, дальше я не смогу ехать. Ну, там вообще месиво какое-то. Вот. Заехали мы сюда, короче, передо мной. Три машины. За мной уже, наверное, машин, наверное, там пять стоит. Не знаю. Плохо видно. Там уже за поворотом они где-то стоят. Вот. Суть в том, что здесь нет ни брокеров, ни погрузки, ни грейдера, никого вообще тут нету. И мы не можем развернуться. То есть там вообще беда полная. Не знаю. Сейчас там мастера что-то решают. Сейчас сюда привезут брокеров. Вот. Там вот один сторож, охранник только там сидит и все. В общем, вот такие вот дела, друзья. Не знаю, как бы, сколько мы здесь будем стоять. Я рассчитывал, что рейс будет быстрый, что я утром уже приеду. Я с собой и не еды не взял. Ну, хорошо, тут объячиваю недалеко. Загружусь, да объячиваю, выйду, покушаю. Вот. Ну, а сейчас пока будем стоять, ждать. Где-то там сзади манипуляторы еще. Вот. Которые, в принципе, могли бы нас погрузить, но они нас не смогут просто объехать, потому что бетонные плиты ни влево, ни вправо нельзя. Короче, вот такие вот дела. Не знаю. Ну, что, время покажет. Будем стоять, ждать. Как бы, мы все стоим, все стоят, и мы стоим. Ну, иначе, ребята, у нас тут транспортный коллапс. С пятака. Две машины здесь передо мной стоят. Нет, я хотел входить, узнать, что это было. Короче, вот эти ребята, вот, ко мне лицом, который стоит, не могут они перескочить. Им надо перескочить вон туда, вон там, вон машины стоят. Плохо видно, ребята, извиняюсь за качество картинки. Вот там машины, им надо в ту колью перескочить. Короче, не могут они туда перескочить. Будут они сейчас выезжать, короче, обратно на асфальт, и на асфальт разворачиваться и заново заходить. Вот, а там уже зашло, получается, четыре машины уже зашло. Вот, только вот они все, которые зашли, они все были за мной. Но они, короче, оказались впереди меня. Не знаю, надеюсь, они пропустят. Ладно, стоим дальше, ждем. Грейдер приехал. Сейчас будем разбираться, что кому куда. Идем, короче, уже между бунтами. Не видно ничего, короче. Полная темнота на улице. Передо мной вот манипулятор. Короче, был четвертым, стал последним, ребят. Все благополучно меня объехали. Не знаю, надеюсь, у людей совести хватит меня пропустить обратно вперед. Ну, не хватит, так не буду я ругаться. Сегодня у меня не то настроение, чтобы ругаться. Короче, вот такая вот колья. Друзья, бампером цепляю. Вот, здесь настил. Все, тверденько. Воды много, правда. Все, друзья, короче, повалил снег. Дождь закончился, теперь идет снег. Выходил я в эту чачу, короче, в сапогах по ней тяжело ходить. Так глубоко. В общем, те машины, которые нас обгоняли, обошли, точнее, вот мы стояли на Брагерской, там две машины, два МАЗа, один зеленый, один синий. Заехали два МАЗа, говорят, мы вас там пропустим, сейчас давайте мы заскочим, вот. Там вас потом пропустим. Короче, они нас не пропустили, ребят. Они вот, я не знаю, ребята в очереди спереди стоят, блин, видят, что они грузятся, как бы, ну, что сказать не могут. Вот, ну, там, вставай на свое место, что ты прилетел такой, без очереди залетел. Вот. Ну, а я просто не видел здесь вот, получается, бунты, вот с той стороны. А мы были за бунтами. То есть мы по кругу заезжаем, они здесь грузятся, а мы там стоим, как бы, соответственно, не видим. Вот. Так что так, а время у нас уже почти половина четвертого. Вот. Короче, ничего хорошего нету. Блин, утром уже будем проезжать весы, это уже после пересменки будет. Это я сейчас время полчетвертого, я спал один раз только, наверное, минут, наверное, я двадцать поспал. Вот. Не могу, короче, нам постоянно переезжать, переезжать. Вот. Минут двадцать я, короче, поспал. И все. Поэтому сейчас выйду на асфальт, доеду, наверное, туда дообвячиваем, меня уже начнем потрубать. Заеду, возьму энергетика, короче, баночку, чашечку кофе. Вот. Может быть, конечно, и доеду до города, не знаю. Наконец-то мы, ребята, отсюда выезжаем. Наконец-то мы отсюда выезжаем. Я еще обвязался, ходил там в кирзачах по этим лужам. На бракерскую выехал, а бракерша мне такая. О, ты что еще обвязался? Я говорю, да. Я сегодня, говорит, на это глаза закрываю. Блин, конечно, нам по коленам все. Я там выбирал, где пройти, чтобы не начерпать. Ладно, да. Асфальта осталась метров 150. И, наконец-то, начнется асфальт. А тем временем, время у нас уже начало пятого, друзья. Мне до города только часа. Три с половиной пилить. Так что так. Ладенько, едем. Ладно, к друзьям снова в Обьячево. Сейчас заезжаем на движение. Нужно купить. Энергетика. Чувствую, скоро захочется спать. Так, вот, заруливаем на движение. Да, вообще, прям вот здесь. Установки встанем. У нас установки для заправки прям встанем. Сходим, купим. Энергетика, короче. Семочек погрызть, чтобы не уснуть. Ну так, друзья. Зашел в заправку. Взялся капучино, адреналин и попугая. Капучино, адреналин и попугай. Вот, ладно, сейчас капучиночка. Чашечку кофеечку. У меня что-то энергетик потом поехал. Так, все, короче, кофеечки. Сейчас мы бахнем. Вот. Энергетиком запьем. Дремучая, конечно, смесь. Но до города доехать мне надо. По-любому. Поэтому будем поступать таким образом. Ну так, друзья. Короче, снега вот навалило уже нормально. Трасса, короче, покрылась льдом. На улице минусовая температура. Дворники мерзнут. Стекло мерзнет. Ну и, соответственно, трасса тоже покрылась льдом. Сейчас кировчанин передо мной ехал. На маленькой машине. 43-й регион. Но, судя по всему, он на летней резине. Он ехал 60. Пару раз его там таскануло так нормально на трассе. Маленький, вроде слабенький. Такой поворотик. Он в него заходит. И потащило, потащило, потащило. В итоге он сейчас там на расширении, на остановке остановился. То ли лойма, то ли что-то типа такое. За нулья что там было, не знаю. Вот, не помню. Короче, остановился он там. Видать, будет ждать, пока это таять начнет. Или что. Или пока пескоструй придет. Потому что его таскает на летней резине. Мама, не горюй. Вот, трасса покрылась, короче, корочкой льда. Ну и вот видите, да, уже столько снега. Вот. А он все продолжает валить. Вот, на камеру не передает. Но снег идет. Снег идет и идет не слабо. Вот. Ладно, сейчас доедем до хорошо освещенного участка. Это на Куратова будет. Вот. Посмотрите, там асфальт должен блестеть. Вот, ребят, это там уже на аварийке стоит. И у меня такое ощущение, что это происходит все на нашей полосе. Короче, чистый лед. Так, километров 40, наверное, помедленнее. Надо аккуратнее быть. Первый лед. И очень это опасно, ребят. Потому что многие... Многие ездят так уверенно. Ну и почему им много аварий, как бы. А, да он ехать не может. Все, короче. Маленький-маленький подъемчик. Все, он уже не едет. Он уже гальмует. Вот. Такие вот дела. Очень тяжело, конечно, курам в такую погоду. Вот маленький-маленький подъем. Я так в него вообще тронусь легко. Без блокировок, без ничего и поеду. А вот они не могут. Одна ось и все. А у меня две оси ведущие. Так что так. Сейчас чувствую, там еще будет на подъеме. А также гальмовать на тещином подъеме у нас. Вот. Перед весами. Посмотрим. Ну все, друзья. Лед сменился. Вот на такой вот снег. Ну, колея уже такая глубокая. Вот. И наша скорость отпустилась. Ну, еду в среднем 55-60. Ну, уже таскает, подтаскивает. Ну, во-первых, еще с непривычки, конечно. Вот. Ну, смотрите, зато как, когда снег, как хорошо все видно, да. Зимой снимать вот так вот дорогу. Снег хорошо так освещается. Не то, что по асфальту ни хера не видно. Вот. Поэтому, короче, едем медленно. Вот. Не торопимся. Надо сегодня доехать обязательно. Теряем, конечно, на этом время. Ну, что поделать. Да, вот. Сзади за мной маленькая едет. Не знаю, будет, наверное, скоро обгонять меня. Потому что я уже совсем медленно еду. Что-то 60-55. Вот. Мотает сильно. Короче, даже хвост виляет у меня. Вот. Он, скорее всего, будет скоро обгонять. Но я что-то так подозреваю, что он на летней резине. Потому что что-то на зимнее-то, конечно, мало еще кто ездит. Тормоз какой-то. Я ему поворотник показывал. Уже торможу. Он, блядь, едет. Фонарями щелкает. А, ну там. А, у них Q5, судя по всему. Там стабилизация курсовой устойчивости. Антибукс, там АСАБС. Там что-то, короче, только нету. Поэтому он так уверенно. Так уверенно едет. Вот, ребят, мы опять доехали до Куратова. Короче, нормально у нас уже сугробы. Вот буквально за несколько часов, наверное, навалило просто сугробы. Снег метет. Какой-то слабый. Чувак на летней резине решил проверить, как у него тормозит машина. Блядь, только что куда-то уехал. А, она не тормозит. Рассвело уже. Немножко у меня стекло потеть что-то стало. Короче, рассвело уже. Ну так, еще темновато было. Так еду. Что-то столько белых в Вольву. На встречу не думают. Кто у нас закупил белые Вольво? Блин, друг с другом. Вот Вольво, Вольво. Белые, 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 белые. Блядь, понять не могу. Сейчас рассвело. Я просто в снегу все езду, блядь. Вся морда в снегу. Но у меня, судя по всему, такая же картина. Потому что вот у меня как выглядит стекло, да? Да, видно, да? Кстати, обгонял. Сейчас много машин маленьких обходил. Ну, едут они там 20 км в час. И вот так вот там из колеи в колею. Короче, на летней резине все. Блин, надо, конечно, да, такие ситуации как-то предусмотреть. Причем в СМИ говорили, что сегодня будет сильный снегопад. И вчера говорили, и позавчера говорили. Вот, так что я думаю, что это не прям такая новость. То есть я уже вчера знал, что сегодня будет снег валить. Поэтому как бы вот так вот. Ну, и на Мелово уже так нормально. Так, надо, короче, отопитель на стекло, наверное, включить. А то у меня что-то стекло запотевает. Некрасиво так. Вот. Ну, а мы тем временем уже подъезжаем к визинге. Подъезжаем к визинге. Сна нету, сна не хочется. Ну, правильно, я там, значит, капучинки, да, плюс там банку энергетика, плюс еду и семочки полузгиваю, как бы, какой тут сон. Тем более тут такой напряг. Сейчас еще фуру обходил тоже. Он едет, что-то килограмм в 40, наверное, в час. Вот, я побыстрее чуть иду. Я 60-65 в среднем. Вот, ну, все-таки мы на лесовозе, как бы мы не на фуре. Поэтому устойчивость у нее, дорогу она держит, держит он получше. Вот. Колес побольше, соответственно, да. Вот, ну и развесовки другие. Плюс прицеп держит нормальную машину. То есть, вот так вот. Ладненько, подъезжаем потихонечку к визинге. Включу отопитель на стекло, наверное, да. КДМ-ка разворачивается. Ребята, там на спуске, блядь, речка как бы закрыта. Лесовозик там лежит, но там на подъем идут, блядь, ребята. То есть, там вот, буксуют там повнимательнее. Это этот мазик, который передо мной. Я слышал, я что-то не слышу денег. Короче, на делянке стоял передо мной, который прицепом. Вот он, лежит, блядь. Да, я впереди. Тормозим. Да, вот он, друзья, лежит, короче. Все, упал, блядь. Вот так вот. Да, сейчас в первую очередь надо здесь расчистить, чтобы ДТП никакого не было. Еще одного из-за этой аварии. Как какая-нибудь хуйня не получится, тогда только дорожники, блядь, появляются. Так, тут у нас трех ебашен, если что. Не знаю, где вы ебашен, если что-то вся дорога, блядь. Не, она, занесена она. Короче, еще один. Так вот, просто и. Подъем идешь, наедешь, буксуешь, принимаешь. Да, ходом, ходом давай, иди. Че, тебе помочь может? Че, ты поможешь не поднимаешь, она? Так, я пианотроп, друзья, он бы затащил. Ну, если есть возможность, такая. Печально бросание, дублядь. У меня сзади зацеплен уже на прицепе. Видишь, зацепленный трос сейчас, подъеду, подъеду. Давай, давай. Да, затащим, короче. Все, друзья, МАЗ, как обычно, сила. Тащу в подъемчик, короче, ну, человеку решил помочь. Сразу не пошел, бискло опять запотело. Сразу не пошел, что-то загальмовал. В итоге подспустился, еще разочек дернул его, и вот так. Я взял немножко, правда, туда, то есть я пробовал по колее подняться, по колее она не идет. А он даже легковушка, легковушка буксует, смотрите, подняться не может. Летняя резина. Вот, немножко взял туда снегом, ну, по снегу побежала, уверенно. Ну, а так, что такие дела. Ладненько, сейчас едем, наверное, там-то за весами остановимся, там площадочка. На четвертую переключусь. Да, короче, значит, что... Короче, затащил я его в подъем. Бас сила. Гаишники обалдели. Гаишники... Ну, не снимал, а гаишники стоят на весах. Так смотрят, я тащу его. Ну, короче, этот, что могу сказать. Не знаю, откуда он, не спросил. Он говорит, что должен, говорит, что-то тебе. Я говорю, да не, говорю, я тебе умоляю, что перестань. Говорю, да давай хоть на сигареты тебе дам. Я говорю, да не, я говорю, браток, спасибо. Я говорю, это не те деньги, которые нужно зарабатывать. Я говорю, если чем-нибудь можешь помочь другому человеку на дороге, просто помоги. Он сказал, все, так и будет сделано. Ладно, сколько бы он там еще говорялся бы, неизвестно. Вот, а так человеку помогли. Вот. Ладно, друзья, в общем, короче, что сказать. Вести проехали, все, мне до выгрузки осталось рукой подать. Сейчас заезжаем на выгрузку. Вот. Дружаемся и в гараж. Ну, а сейчас хочу сказать всем спасибо, кто просмотрел видеоролик до конца. Всем огромное спасибо, всем, кто сейчас кушал. Приятного аппетита. Всем до встречи. Всем пока, друзья.